Коллеги, приветствую! Сегодня я хочу поговорить о том, как создать петлю ценностей для потребителей и победить конкурентов. И, по сути, как превратить клиентов в ваших союзников, для того, чтобы выстроить более эффективную бизнес-модель в любом бизнесе. Потому что сегодня очень многие фокусируются на том, как нам избежать скидок. Мы уже торгуем, и у нас основные скидки никто без скидок уже не покупает. Как нам создать систему лояльности для наших клиентов? Как нам привлечь новых клиентов? Как нам удержать тех, которые есть? И поэтому главный вопрос сегодня – это предсказуемость в продажах, как создать предсказуемую систему в продажах и как нам соблюдать определенную последовательность в маркетинге. Потому что это является частью нашей большой программы по созданию бизнес-моделей, которая помогает создавать вам бизнес-империю, чтобы мы могли построить машину для зарабатывания реально больших денег. И давайте конкретизируемся. О чем мы сегодня будем говорить? Первое. Как создается петля ценностей, чтобы управлять трафиком даже с самого момента привлечения, даже до этого момента привлечения и до того момента, когда ваш покупатель становится вашим бренд-адвокатом, бренд-амбассадором, когда он бьется уже за вас бренд и у вас сформировано стопроцентное доверие к вашему бизнесу. Второй момент. Как и на чем нам построить базу для точного позиционирования, чтобы привлекать нужных и качественных клиентов? О позиционировании говорят всегда. Вопрос только в том, что на чем и как быстро это построить, кто это может сделать, своими силами или нужно кого-то привлекать. Но в основе любого позиционирования есть вещи, без которых его сделать просто невозможно. И третий момент. Как удержать покупателей за счет персонификации продаж, даже если это будет ритейл, и использования современных IT-инструментов? И на мой взгляд, сегодня огромное количество информации по разным темам, и они сваливаются на наши головы каждый день в большом количестве. И у большинства предпринимателей, маркетологов, коммерческих директоров вопрос только один. Как я могу воспользоваться этой информацией? Что мне с ней делать? Как это внедрять? Как это должно работать? Как это заработает именно в нашей компании? И сегодня, фокусируясь на вот этих трех вопросах, я считаю, что если вы сможете внедрить хотя бы один из этих вопросов, разобраться и внедрить, то вы точно улучшите свой маркетинг и свою систему привлечения клиентов, и вы улучшите свой бизнес. Если вы сможете внедрить два вопроса, две вот этих вот подпозиции, и разобраться и внедрить, то я уверен, что вы станете одним из лучших в своей отрасли. Потому что мало кто так делает. И третий момент. Если вы внедрите три вопроса, разберетесь и внедрите их, не просто узнаете, хотя это тоже неплохо, конечно, но если вы разберетесь и внедрите эти три вещи в свой бизнес, то вас уже никто не догонит. Вы станете настолько впереди всех, что, собственно говоря, остальным вас будет уже просто не догнать. Давайте я немножко о себе, для тех, кто меня не знает. Меня зовут Алексей Церегоросов, я являюсь сам предпринимателем, у меня несколько бизнесов, я в то же время еще и инвестор, основатель и генеральный директор компании RealPro Branding Consulting, и в этот бизнес у нас работают с 1997 года. Параллельно я являюсь партнером компании Agile Marketing и компанией Berlin New Line Group. И в Германии одно из наших подразделений, это IT-подразделение, занимается разработкой современных IT-онлайн решений для бизнеса. И эти решения строятся на стыке трех, такой треугольник, на стыке трех углов. То есть первое – это маркетинг, второе – это продажи, и третье – это непосредственно технологические решения, которые обеспечивают первые две позиции. И я сам занимаюсь разработкой бизнес-моделей, у меня есть клиенты как в России, в СМГ, так и в европейских странах. И за 25 лет работы мы уже разработали огромное количество торговых марок и систем привлечения клиентов и повышения качества систем продаж. Мы сформировали методику YesEffect, которая основана на инструментах, работающих в 100% случаев из 100%. За это время я стал членом Европейской ассоциации брендинга и дизайна, которая находится в Швейцарии, и членом исполнительного совета ассоциации брендинговых компаний России в Москве. За свою жизнь я разработал, наверное, больше, чем полторы тысячи проектов в сфере маркетинга, брендинга и продаж. И моими постоянными клиентами являются более 500 компаний, работающих на различных рынках. Это B2B, B2C, в ритейле. И этот бизнес я, в общем-то, знаю не понаслышке, я прошел его своими руками. И очень часто в любом бизнесе мы фокусируемся на определенных моментах, которые нас останавливают, и мы начинаем задумываться, вообще, что происходит в нашем бизнесе, и что можно поменять. Ну, например, бывает так, что с продажами развивается ситуация таким образом. Ритейл дает рекламу, приходит много людей, много чего покупают, большой какой-то трафик, оборотно зарабатываем, но мало. Ну, почему? Ну, потому что мы даем скидки, там, глубокие скидки, большие скидки, на большое количество товаров. Мы уже теряем свою маржу. Кроме того, для того, чтобы привлечь клиентов, мы даем рекламу, и здесь у нас будут затраты. Будут затраты, связанные с акциями. И в итоге, вроде бы, много шума, но, в общем-то, ничего нет. В иных ситуациях, когда, ну, например, какие-то кризисные годы, то в магазины приходят, в бизнесы приходят меньше людей, но вдруг почему-то оказывается, что они приходят меньше, но там более высокая конверсия среди покупателей, более высокий чек, и мы смотрим, что там даже прибыль-то, в общем-то, такая интересная вполне могла быть. В иных случаях приходят хорошо, но уходят почти без покупок, и мы не понимаем, что происходит. То ли у нас недостаточно товара, то ли наш товар неинтересен, то ли у потребителей закончились деньги. И здесь приходится гадать на кофейной гуще. На самом деле, все эти поведения потребителей, они поддаются определенной логике, определенному учету, и об этом я буду говорить дальше. И в первую очередь нужно подумать о том, а как устроена система продаж сегодня у нас. И, в общем-то, неважно пока какой-то даже бизнес. То есть, мы привыкли к тому, что десятилетиями в нашей стране был дефицит. И любой продавец мог поднять руку и сказать, «Эй, привет, у меня есть такой-то набор товаров, приходите ко мне». И, в общем-то, люди покупали, потому что не так развивалась конкуренция, как сегодня. Была вообще иная ситуация. Потребителей платежеспособных становится меньше сегодня. Люди постараются покупать уже как-то более-менее разумно. С другой стороны, эти же потребители, мы как покупатели, мы становимся более профессиональными, то есть, мы становимся более требовательными. И нас уже какими-то простыми штуками привлечь невозможно. С третьей стороны, растет конкуренция и растут новые технологии. То есть, новые технологии, которые меняют принципиальные подходы к технологиям продаж, к технологиям покупок. То есть, люди начинают покупать по-другому, используя, разумеется, те возможности, которые дает интернет. И в этой ситуации, казалось бы, что делать? Огромное количество информации, как ее переварить? И что, может быть, взять за основу для изменений в существующем бизнесе или в построении нового бизнеса? И что нам может в этом помочь? Но перед этим, как дать некоторые ответы, у меня есть принципиальный вопрос, который я хотел бы вам задать, и на который бы вы для себя, может быть, дали какие-то внутренние ответы. То есть, кто думает, что вы сможете получать удовольствие, результаты развития бизнеса, где клиентами являются люди, которые принципиально отличаются внутренне от нас, которые нам не нравятся, и с которыми неинтересно работать. То есть, мы не хотели бы их видеть. И самое главное, что мы получаем обратную реакцию, что и наши бизнесы, и мы сами, они не нравятся таким клиентам. Есть другая сторона медали. Насколько было бы здорово создавать и развивать бизнес, в котором есть клиенты, которые во многом похожи на вас, которые искренне нравятся, и которых мы понимаем, и которым мы нравимся. И в этом смысле мы получаем клиента-союзника. То есть, это союзник, это тот, чья какая-то внутренняя личность схожа с вашей. И чтобы с этим разобраться, то есть, с технологией продаж и с технологией взаимодействия, у нас есть на первом этапе, нам может помочь, как ни странно, заолог. То есть, это человек Дезмонд Моррис, который всю свою жизнь изучал животных. И под конец своей карьеры он решил заинтересоваться вопросами людей. Но ему был интересен очень конкретный вопрос. То есть, как так происходит, когда два незнакомых человека, до какого-то времени абсолютно незнакомых, они никогда друг друга не видели. Через какое-то время вдруг оказываются вместе в одной постели. создают семьи, создают романтические отношения. И когда он занялся этим вопросом, он написал книгу, то есть, это интересный такой труд. Собственно говоря, вам его не надо покупать, потому что, в общем-то, в резюме этой книги 12 ступеней того, между тем люди были совсем незнакомые, и вот они уже вместе спят в одной постели. Интересно то, что эти 12 ступеней, они достаточно очевидны, и на так вот уже ретроспективным взглядом, то есть, мы понимаем, что сначала, конечно же, мы замечаем этого человека, его силуэт, фигуру, походку, он нам становится интересен. На второй стадии происходит встреча глаза в глаза. То есть, мы замечаем друг друга, интересуемся друг другу, потом мы переходим к общению, то есть, мы разговариваем там лично, по телефону, там происходят письма. На четвертом этапе происходят первые, так сказать, дотрагивания, то есть, рука с рукой встречается, мы здороваемся, или мы дальше, так сказать, как-то хлопаем друг русски по плечу, и так далее, и так далее. То есть, постепенно доходит вся ситуация до 18+. И самое интересное в этом исследовании было то, что Дезнат заметил, что скорость, по которой происходят вот эти 12 шагов не имеют никакого значения. То есть, эти 12 этапов могут произойти за короткий промежуток времени, не знаю, там, вы познакомились вот только что, и через там час оказались уже вместе, да, или это может ситуация длиться месяц, там, или год, или два. Здесь время не имеет столь значения, сколько значений имеет этапность, потому что перешагивать через какие-то этапы, особенно если перешагнуть через два этапа, то результата, в общем-то, никакого обычно не бывает. И именно этапность, именно вот эти 12 этапов, это как раз тот механизм, через который люди проходят для того, чтобы стать максимально близкими друг к другу. Ну, и вы сами можете на этом проверить. Например, было бы странно, если бы какой-то незнакомец, даже не смотря в глаза, подошел бы к вам, похлопал бы вас по плечу, там, или пожал бы вам руку, или там, не дай бог, потрогал бы вас за голову. Что бы вы сделали с этим человеком? Ну, в лучшем случае, вы подумали, что какой-то придурок. На самом деле, конечно же, это негативно влияет на взаимоотношения, если не происходят именно такие стадии. В большинстве случаев мы это делаем все интуитивно, но смысл в том, что в бизнесе, в общем-то, эти отношения, они практически точно такие же. Хорошая новость, что в бизнесе это не 12 стадий, это всего лишь 8. И какой бы ни был бизнес, в продажах и взаимодействиях всегда существуют люди. Неважно, как называется бизнес, это B2B, B2C, там, ритейл, хорика и так далее. Ну, всегда происходит отношение продажи между человеком и человеком. Поэтому мы это всегда называем human to human. То есть отношение между людьми, отношение между продавцом и покупателем, отношение, чем плотнее эти отношения выстраиваются, тем, конечно же, лучший эффект. Самый лучший эффект, все знают, что, конечно же, лучшие продажи происходят тогда, когда мы сидим за одним столом напротив друг друга, а еще лучше, если мы сидим рядом с друг другом. И именно в этих вопросах я бы хотел, чтобы вы для себя записали довольно-таки важную вещь с точки зрения маркетинга. И эта вещь звучит следующим образом, что роль маркетинга в реальности тихо и незаметно провести клиента через все стадии ценностного путешествия. И вот эти стадии ценностного путешествия, о которых я хочу двинуться дальше, это как раз пункт номер один сегодняшнего моего доклада. Это та вещь, которая у наших коллег США называется проектирование ценностного путешествия клиента. Это разработка американцев, и мы с удовольствием пользуемся много лет. С точки зрения как бы общеупотребимых терминологий это называется Customer Lifetime Value. То есть это ценностная, это стоимость, ценность нашего клиента за все время нашего взаимодействия. То есть сколько денег может принести наш клиент за то время, которое он взаимодействует с нами. И хорошая новость в том, что не 12 стадий, а 8. И они все достаточно понятны. Здесь есть некоторые, конечно, моменты, о которых сегодня я просто не смогу рассказать про отдельный большой блок, как на самом деле это работает. И здесь есть определенные нюансы. Но в целом, на первом этапе это всегда известность. Ну, будет странно, что если мы открываем магазин, там какой-то бизнес, какой-то сервис, а нас никто не знает, понятно, что мы никаким образом не можем привлечь клиентов. Они о нас просто не узнают, и мы должны каким-то образом известить о нас, да, может быть, с помощью какой-то там рекламы и каких-то других действий. Второй момент, это то, что сегодня очень важно. То есть, как заинтересовать клиентов, почему, то есть, у клиентов должно появиться в голове для себя ответ, почему я должен работать с этой компанией, почему я должен заходить в этот магазин, то есть, что такого должно меня привлечь. И когда мы даем, как правило, это какой-то контент, это могут быть статьи, это могут быть какие-то акции, это могут быть конкурсы и так далее, и так далее. Это массовый контент, в котором происходит такая определенная фильтрация тех, кто говорит, да, мне это интересно, и человек готов идти дальше. И когда человек уже заходит дальше, то есть, у него возникает, он потребляет более ограниченный контент, уже в той части, которая ему интересна. Если это ритейл, то человек может, например, получить какую-то там специальную дисконтную карточку или купон. и на этом этапе происходит очень важный шаг дальше, то есть, происходит конверсия, то есть, это первое взаимодействие с точки зрения обмена. То есть, когда человек отдает вам деньги или взамен он может быть отдавать вам время, если вы пригласили на какую-то презентацию. Здесь очень важно понимать, что этот этап, насколько он важен. Он важен настолько, что если после вот этого первого обмена, идеальный, когда есть некий у нас идеальный оффер, идеальное предложение, человек его принял, и после этого мы добиваемся радости вот от этой первой сделки, причем радости у клиента, то можно считать, что вот этот этап уже реализован на 100%, когда ваш клиент улыбается. Но чаще всего мы видим совсем другую историю. То есть, когда мы говорим, что вот наш первый оффер, покупайте наше дешевое молоко за 3 копейки, но при этом нельзя пить, конечно, но в этом нет никакого оффера, потому что это является не обменом, это является такой заманухой, которая на самом деле не является. все это чувствует, и понимаем, что от этого никакого кайфа у покупателя не будет. И в обратном случае, если мы добиваемся от первой сделки некого удивления, некой радости, это легко увидеть, если у вас магазин, вы можете посмотреть через камеры наблюдения, насколько ваши покупатели улыбаются тем или иным предложением, насколько у них действительно реальная улыбка. если это случается, то дальше уже возникают вещи, которые связаны, что они начинают покупать больше. Они переходят, покупают наш основной продукт, в ритейле основной продукт, это может быть основная наша матрица, и если мы не косячим, если мы не делаем ничего плохого, то в дальнейшем они у нас покупают больше, больше и больше, и через какое-то время, как ни странно, на этапе номер 7 появляется так называемый довольный клиент. Они с удовольствием оставляют отзывы, они могут спорить даже в соцсетях с теми, кто оставляет негативные комментарии, они пишут доказательства, они пишут какие-то свои истории, как они благодарны, и на восьмом этапе появляется то, что называется уже по сути брендингом, то есть, когда довольный, это не то, что нарисовали нам дизайнеры, а когда довольный клиент, активно продвигает ваш бренд, они становятся амбассадорами бренда, они становятся пропагандистами, даже независимо от того, платите вы им за это деньги или нет, то есть, они прям активно стоят на вашей стороне, и наша задача все это дальше пустить по циклу, то есть, от того, чтобы вы довели клиентов, когда они становятся бренд-амбассадорами, мы дальше этот цикл продолжаем. Это и есть, по сути, петля ценностей, в которой находятся наши клиенты, и каждый этап очень важен. Как ни странно, во всем этом ценностном путешествии с точки зрения бизнес-модели начинать нужно, конечно, не с рекламы, которая стоит здесь на пункте 1, начинать нужно с других вещей, но об этом мы рассказываем в своих других тренингах, консультациях и проектов. Но сам факт того, что у нас человек проходит по вот этой лестнице, по вот этому маршруту и проходит этих 8 стадий от того, насколько качественно мы сможем спроектировать и создать на каждом этапе обратную связь и добиваемся радости от каждой сделки, от этого и будет зависеть и лояльность, и рекомендации, и, естественно, ваша прибыль. При этом мы, конечно, учитываем за все время путешествия, за все время существования клиента. Это может быть у кого-то, если это не разовые сделки в принципе, то у кого-то клиент может быть вовлечен в бизнес на протяжении нескольких месяцев, у кого-то на протяжении нескольких лет. И это нормально. Поэтому, когда мы смотрим, что если вы убеждены, что у вас хороший товар, что у вас хороший сервис, но по какой-то причине и он не продается достаточно хорошо, то может быть, в общем-то, две проблемы. Первая проблема, она связана с позиционированием товара. Вторая проблема, это с прохождением вот этих вот восьми стадий, о которых я только что рассказал. во втором блоке мы коснемся, на мой взгляд, наиважнейшего вопроса, связанного с разработкой базовых стратегий и вообще с любыми стратегиями, которые касаются клиентов. Это позиционирование. Потому что о позиционировании говорят много, но если вы правильно примените позиционирование в своем бизнесе, как я говорил в самом начале, что если вы примените и петлю ценности и перед тем, как применить петлю ценности построить позиционирование, вы можете быть лучшими в своей отрасли. Это 100%, потому что в 90% случаев под позиционированием компаний и маркетологи, и руководители, и владельцы понимают совершенно какие-то другие вещи, чем то, что на самом деле имеется в виду. Многие считают позиционирование это у нас хорошее соотношение цены и качества. Или мы работаем с 1812 года, или у нас самая замечательная какая-то команда, у нас самые лучшие продавцы. Это все не позиционирование, потому что позиционирование оно не про вас, оно не про продукт, оно не про решение, оно про потребителя всегда. Это то, как потребитель воспринимает ваш бизнес, ваш магазин, вашу услугу, и как, куда он ее в своей голове кладет, на какую полочку по отношению к каким-то другим конкурентам. И мы за наше время уже разработали разные совершенно подходы, но одной из последних концепций, которой мы пользуемся практически во всех наших бизнесах и в наших клиентских проектах, это концепция позиционирования до и после. Это что происходит с покупателем до того момента, как он попал к вам и после того, как он вышел от вас. И как происходит его трансформация, в каком виде происходит трансформация покупателя, потому что покупатель же приходит не просто за продуктами, покупатель ищет совершенно других вещей, он ищет каких-то новых ощущений, переживаний, он ищет чего-то такого, что ему даст совершенно может быть другой опыт. И в этом смысле концепция позиционирования до и после, с которой мы работаем в последнее время, она очень проста, она эффективна и она лежит в базовой основе для того, чтобы строить свою стратегию. И смысл концепции, конечно же, в том, что может измениться в лучшую сторону в жизни клиента в разрезе вашего магазина, вашего продукта, вашего сервиса. Не то, что просто меняет человеку жизнь. Ага, давайте мы сейчас вам изменим жизнь. Зачем ее просто менять, когда она и так ничего. Смысл в том, что мы пользуясь взаимодействием с нашей компанией, то есть у клиента происходит какая-то трансформация в лучшую сторону. И что мы видим чаще всего? Особенно, когда рекламные агентства, маркетинговые агентства, какие-то отделы, внутренние отделы по маркетингу создают такие идеальные образы, созданные с фотографий, купленных на возможных стоковых фотографиях, формируется такой некий идеальный образ, и этот образ начинает превалировать вообще над всеми. то есть мы создаем такой масштабный маркетинг для вот этого некой такой общей массы, и в общем-то до конца не понимая, что на самом деле наш покупатель в общем-то он не совсем вписывается в такую модель. Вот мы видим идеальный образ нашей мамочки покупательницы, которая может покупать наши продукты, наши товары, услуги, и вот мы видим, что на самом деле представляет из себя настоящий клиент, тот реальный клиент, который в данном случае благодаря современной фотохудожнице Юлии Скоробогатовой вы можете видеть, как она сняла саму себя, свою жизнь со своим ребенком, со своей семьей, то есть как на самом деле она проживает жизнь и как складывается ее день. И одна из задач, когда мы формируем вот эту базу, концепцию до и после, конечно же, мы смотрим вообще какой, как человек проживает день сегодня, то есть как у него складывается его типичный день, потому что есть типичный день, есть некий идеальный день, к которому человек может стремиться к идеальной жизни, и здесь мы можем находить решение, базовое решение для того, чтобы построить набор продуктов, набор услуг, для того, чтобы поменять жизнь нашего клиента в лучшую сторону. Если мы сможем повлиять на это, то клиент навсегда останется нашим, потому что влияние на клиента происходит не за счет того, что клиент у нас просто купил какой-то товар, влияние происходит за счет того, что он поимел очень хороший опыт взаимодействия с нашим магазином, с нашими продуктами, и этот настоящий клиент, он понимает, что мы-то его понимаем, он понимает, что мы живем такой же жизнью, как и он, что мы испытываем те же самые проблемы, и что мы даем решение этих проблем, и клиент от этого может быть счастлив. И таких сегментов у нас может быть несколько. У нас не существует какого-то одного сегмента, особенно в ритейле, даже если ритейл будет направлен с детскими товарами. В этом наборе покупателей существуют совершенно разные вот эти Юлии, есть Юлии, есть Елена, есть Валентины, есть Раисы, и это все разные покупатели, у них могут быть разные дети, и мы можем выстраивать, у них есть разные потребности, у них есть разный жизненный опыт. И, конечно же, сделать один оффер для всех, это не сделать ему никому. И зачастую мы видим так, что многие люди, многие компании формируют свои предложения таким образом, как будто они работают с неким умозрительным идеальным клиентом, и на самом деле у нас все клиенты разные, и их нужно сегментировать совершенно, конечно, по-разному. И если мы понимаем второй блок, если вы сможете выстроить и разработать концепцию самостоятельно с нашей помощью как угодно, то есть это ляжет в основу позиционирования, я уверен, что это путь к тому, чтобы стать одним из лучших в своей отрасли. Третий блок, о котором я хотел поговорить и поделиться своим опытом, это блок, связанный с персональным подходом. мы уже знаем о том, что в принципе всем известно, что самые лучшие продажи происходят один на один, то есть когда мы находимся в тесном контакте, когда мы сидим рядом друг с другом, это самый максимальный эффект этих продаж, и если мы подумаем о том, а можно ли это сделать в ритейле, можно ли это сделать персонифицированные продажи таким образом, чтобы человек чувствовал внимание, чтобы мы могли почувствовать его потребности, и как сделать персонифицированные продажи массовыми, потому что понятно, что если человек приходит в магазин, то с ним работает продавец, и здесь все зависит от того, насколько у нас опытный продавец, насколько он обучен, насколько у него есть тот ассортимент, который действительно может понадобиться тому или другому сегменту покупателей, как продавец сможет сориентироваться в этой ситуации и вовремя предложить что-то дороже, что-то дешевле, допродать, обсудить и понять, что нужно будет на будущее. В этом смысле может помогать только современные инструменты, то есть это то, что мы видим, ну то есть развивающийся во всем мире тренд, это тренд онлайн-продаж, и с детскими товарами в этом смысле немножко легче, чем с другими типами товаров, я чуть поясню позже об этом. Но что происходит, когда успешная розничная компания, которая работает годами в офлайне, принимает решение также развивать и онлайн-продажу. В 80-90% случаев тут сложно нам посчитать, потому что во многих случаях это наш опыт, но ритейлер оказывается сильно разочарован результатами онлайн-продаж. Если мы посмотрим на статистику, то мы видим, что даже лидеры, такие как детский мир, на сегодняшний день по соотношению онлайн-офлайн-продажа онлайн они продают 5 с небольшим процентом от общего оборота. И это связано вообще с другими вещами. Зачастую в том же детском мире онлайн-продажа это скорее не дополнительный вид продаж, а скорее такое сервисное решение для клиентов. И почему это происходит? Здесь существует несколько типичных проблем и одной из проблем является например такой некий стандартный подход. То есть когда вдруг собственник бизнеса говорит ну хорошо мы бы хотели заняться онлайн-продажами так давайте найдем каких-нибудь нормальных разработчиков загрузим туда весь наш ассортимент сделаем вот эту витрину и начнем продавать. Второй вариант может быть давайте купим уже готовый интернет-магазин. Что в первом что во втором случае во втором даже хуже все это не работает потому что опыт который есть у оффлайн-продавцов совершенно неприемлем для онлайн-продаж и именно статистика говорит о том что более 5% очень трудно получить потому что обычно мы видим пол процента 1% 2% от общего оборота и результаты ну как бы понятно что магазины эти работают они открыты ну не закрывать же их их приходится поддерживать и здесь происходит как раз разочарование а когда люди готовы купить уже какой-то готовый интернет-магазин то здесь возникает еще более трудная ситуация потому что одно дело купить готовый интернет-магазин как бизнес и использовать его как бизнес как его развивать и так далее а другое дело взять чужую бизнес-модель и пытаться туда строить свою как правило время которое ресурсы тратятся потом на реинтеграцию и так сказать вот эту вот реинкорнацию из одного в два или из двух в один теряется столько что легче создать это все с самого нуля потому что выстраивание бизнес-модели не имеет ничего общего с той идеей что будем вот возьмем товар выставим его в интернет-витрину и все будет продаваться то есть так это не работает потому что нет смысла делать еще один интернет-магазин потому что бизнес-модели в первую очередь работают по-разному если мы возьмем бизнес-модели наиболее известных онлайн-торговцев да то есть это это Амазон это Эбэй это Алиэкспресс Запас у каждого из них у них своя уникальная бизнес-модель взять тот же Амазон каким образом они умудряются доставлять товары на следующий день в любой точке мира там если вы находитесь в Европе или в США вы нашли себе какую-то покупку вы ее сделали она завтра утром у вас будет у дверей как они это добиваются это одна из сильных сторон понятно что очень много разных вещей но у каждого из этих лидеров существует своя бизнес-модель она уникальна по-своему и для онлайна естественно нужно выстраивать другую модель потому что мы живем мы же не с чистого листа начинаем мы находимся в контексте существующих бизнесов здесь очень важно понять а почему покупатели пойдут к нам что мы делаем такого чего не делают конкуренты что мы можем сделать лучше чем наши конкуренты и это не тривиальные нифига вопросы и создание таких каналов продаж это не создание просто какого-то веб-сайта потому что за этим ничего не будет то есть да конечно программисты могут вам сделать в общем-то сложную какую-то систему но эта система будет это просто витрина то есть это не даст именно того что называется почему люди придут к нам ну да у нас все это работает и мы это видим мы видим хорошие интернет-магазины зачастую точки зрения техники они сделаны неплохо они рабочие и эти модели как бы ну можно применять но по сути эти модели не ведут сюда клиентов и это не дает нам того ожидаемого всплеска который мы видим что в целом интернет весь растет в целом онлайн продажи во всем мире растут но в реальности это мы не видим то есть и текущая ситуация такова что большинство крупных интернет-магазинов российских убыточные даже те которые на слуху и многие из них очень сильные магазины далеко не все конечно но большинство из этих магазинов они живут за счет того что они растут на рынке то есть если я как инвестор вкладываюсь на определенном этапе то через какое-то время я получаю свои инвестиции обратно с прибылью и меня это устраивает сам интернет-магазин в общем-то как бизнес-модель сводит концы с концами то есть для инвестора как инвестиционный проект это хорошая история конечно вы вложились на одном этапе и дальше вы получаете прибыль второй момент что многие думают что да мы заменяем интернет-магазин обычный магазин интернет-магазином таким образом у нас не будет каких-то издержек связанных с арендой с людьми с электричеством с теплом и так далее и так далее то есть те обычные расходы которые несет ритейлер вроде бы как бы здесь не существует но на самом деле если смотреть правду в глаза то собственно говоря эти расходы они просто перекладываются вообще на другие вещи во-первых нужно позаботиться о трафике то есть откуда привлекать клиентов их нужно покупать кто это будет делать каким образом во сколько это все будет обходиться во-вторых система должна быть поддерживаемая то есть не бывает такого что заказали интернет-магазин вам его сделали и потом все бросили оно все само работает ну то есть в этом нет никакого смысла да и к тому же в интернет-магазинах не в той старой модели интернет-магазинах не существует современных способов аналитики я чуть дальше об этом тоже скажу то есть но опять же таки мы говорим о том что не формируется то есть иллюзия того что не будет у нас расходов потому что это онлайн машина то есть она как бы такая очень сильная иллюзорная и даже если мы посмотрим на сегодняшний день кто у нас является лидерами по продаже детских товаров в интернете то есть на конец семнадцатого года там свежие статистики я не нашел то есть с большим отрывом идет Алиэкспресс то есть она продает в два раза больше чем это делает Озон и это все если вы посмотрите это не специализированные магазины по продаже детских товаров когда мы говорим именно о детских товарах и только где-то на третьем месте идет детский мир там дочки сыночки то есть они занимают меньшие доли по продаже именно потому что модели онлайн продаж они работают совершенно по-другому в чем основная идея с чего начать в таких случаях во многих случаях опять же возвращаемся к тому что мы называем ценностное путешествие клиента то есть мы начинаем с позиционирования вообще с чего можно выстраивать стратегию с чего можно выстраивать бизнес модель и история связана с кастами lifetime value то есть со стоимостью с ценностью клиента на протяжении жизненного цикла она может быть определяющей потому что с точки зрения онлайн торговли эти инструменты частично работают и в оффлайне но онлайн позволяет это все оцифровывать анализировать и современные технологии позволяют нам быстрее создавать умные решения потому что здесь мы можем увидеть то что когда мы рассчитываем совокупную прибыль компании которая получает от одного клиента за все время сотрудничать с ними мы можем понимать стоимость клиента мы можем определить хорошо если наш клиент работает с нами там 5 лет то есть если он нас покупает 5 лет и мы понимаем что мы зарабатываем с него определенную прибыль то какую-то часть из этой прибыли мы конечно же можем инвестировать создание новой модели взаимодействия с этим клиентом причем та модель которая будет очень удобна для него и одним из таких решений это конечно в первую очередь это конечно бизнес модель во вторую очередь это техническое решение это может быть мобильное приложение плюс там веб версия то есть которая похожа на стандартный интернет магазин но на самом деле мобильное приложение принципиально отличается от обычного веб-сайта и не только своим интерфейсом но и технологией подходом потому что мобильное приложение в первую очередь ценно тем что оно персонифицировано то есть мы сами себе устанавливаем мобильное приложение на смартфоны и количество интернет-трафика сегодня говорит о том что 80% интернет-трафика происходит через мобильное устройство и самое главное мы видим кто этот клиент что он сделал и со временем мы начинаем понимать то есть чем отличается в лучшую сторону подобной технологии тем что мы можем накапливать информацию о клиенте мы можем понимать кто этот клиент что он просматривает у нас что он нас покупает как он делает выбор на что он реагирует на что не реагирует и таким образом вот эта бигдата начинает накапливаться и мы на основании бигдаты можем уже дальше формировать различные действия с этим клиентом, выстраивать алгоритмы взаимодействия с этим клиентом. Например, если мы говорим про детские товары. Встроенный алгоритм на сегментирование может быть очень простой, потому что именно в детских товарах, в отличие от всех остальных DIY товаров, товаров для дома, или продуктов питания и так далее, сделать этот алгоритм, на мой взгляд, проще. Потому что в этом алгоритме сегментирования у нас есть очень четкое понимание. У нас есть железное разделение по полу, мальчик и девочка. У нас есть разделение в этом алгоритме по возрасту, потому что ребенок родился, начинает расти и какое-то время он будет покупать, его родители будут покупать ему товары до тех пор, пока он не начнет это делать сам. И, собственно говоря, сами эти товары, потому что в каком-то возрасте мы видим, что ребенку нужно пора поменять велосипед, то есть он нужен, где-то уже не нужна ковязка, когда там мальчик подрастает, ему нужна радиоуправляемая игрушка, более умный конструктор и так далее. То есть здесь логика, она настолько выстраиваемая, в этом смысле, работая именно с этим сегментом, как дети. И это настолько дает такие новые возможности, которых нет ни в одном другом решении. И, используя вот это сегментирование, мы можем получить разные целевые аудитории, мы можем понимать их потребности и выстраивать алгоритмы на основе возраста и роста ребенка, на основе его пола, и на основе того, что его родители для него покупают, по каким ценам и так далее. За счет этого мы можем очень точечно анализировать продажи, что нельзя сделать, в общем-то, зачастую какими-то другими способами. И, используя технологии точечных предложений, мы можем писать им специальные письма, причем точечные письма, то есть это не общая рассылка. Мы можем делать им специальные предложения через пуш-сообщение, мы можем давать им специальные предложения внутри самого приложения. И эти предложения будет видеть только он, а не тот другой. То есть это настолько персонифицированная получается история, что, по сути, покупатель сам для себя формирует свой магазин. То есть он создает, то есть мы ему помогаем создать тот магазин, тот магазин его идеальной, так сказать, идеальной жизни, которую бы он хотел. И в этом магазине он получает от нас специальные предложения, мы с ним можем общаться, мы с ним можем общаться лично, персонально, в общем-то, находясь практически с ним рядом. Ну, или почти рядом. Поэтому ключевая идея, конечно, в том, что построить модель продаж, основанную на самом высоком, на самой высокой стоимости ценности клиента, которые приводят у нас за все время существования с нами на рынке. И эта модель, конечно же, позволяет анализировать поведение пользователя, выстраивать автоматическую, в общем-то, систему индивидуальной работы с ними. То есть вот эти триггеры, которые будут срабатывать, на которые будут срабатывать, будут зависеть от того, что как часто он смотрит, выбирает и так далее. И это будет персонифицированное предложение, которое даже не всегда у крупных клиентов работает так, как надо. И, например, один из недавних примеров нашего любимого детского мира, у нас один из партнеров, у него мальчику 7 лет, и покупали ему лего. И, естественно, там все находится в базе данных. И понятно, что совершили покупку. Понятно, совершили какую покупку. Понятно, совершили для кого покупку. И как вы думаете, какое приходит следующее предложение для этого 7-летнего мальчика, который купил вот только что лего? Подгузники. 47% дисконт. Ну, то есть, это говорит о том, что такие сообщения рассылаются по всей базе без какого-то выбора. О чем это говорит? Это говорит о том, что на рынке существуют большие возможности на сегодняшний день. И эти возможности связаны не только с ритейлом, потому что вообще новые технологии, технологии, которые персонифицированы, технологии, которые работают через мобильные приложения, они развиваются во всех отраслях. Ну, может быть, нам чуточку там виднее, потому что наше подразделение в большей степени работает с европейскими клиентами. До куда-то эти технологии доходят чуть позже. До каких-то отраслей доходят чуть позже. До каких-то стран они доходят чуть позже. Но сам по себе тренд, он уже настолько давно очевиден. И это все-все знают. Поэтому в любом случае для того, чтобы, если серьезно этим заниматься, то нужно начинать с построения бизнес-модели. Если кажется, что давайте мы просто еще добавим в наш канал очередной интернет-магазин, то, конечно, это все практически не работает. Потому что именно бизнес-модель формирует основную идею. И когда человек говорит, что я вот сделал, например, себе мобильное приложение, заплатил за это столько-то миллионов рублей, а оно у меня толком не работает, ну, именно как раз именно потому, что проблема не в самом техническом, не просто в техническом решении. А задача именно в понимании алгоритмов взаимодействия, накапливании информации, поддержания этой структуры. Поэтому эти решения, они, конечно, стоят нехилых денег, но при правильном подходе они, разумеется, сформируют новый канал, они привлекают новых покупателей, и они дают совершенно новые возможности для бизнеса. И во всем рынке это называется диджитализация. То есть, и кому можно доверить работу над бизнес-моделью и диджитализацией бизнеса? Ну, конечно же, вряд ли это могут быть только программисты, потому что здесь недостаточно того, чтобы решить какую-то техническую функцию. Еще раз хочу сказать, что создание самой витрины с товарами это, в общем-то, важная задача, но она решаемая. И эта задача, она самая последняя в разработке модели, потому что в первую очередь алгоритмы, поддержка, способ обработки накопления информации, способ работы с информацией, алгоритмы взаимодействия с клиентом. И дальше уже ставятся задачи над созданием технического уже канала под названием приложения. И самое главное, что этот процесс, он такой будет относительно бесконечный, потому что это приложение надо развивать, это приложение нужно поддерживать, оно должно усовершенствоваться. И во многих случаях в работе в новых каналах в интернете создание самого продукта, это лишь только первый шаг для того, чтобы дальше это все развивалось, и оно, естественно, будет требовать внимания. И одной из проблем того, что многие, почему интернет-магазины и такие решения в области мобильных приложений не взлетают, потому что чаще всего собственник не вовлечен в такой процесс. Я могу сказать, что если собственник не вовлечен в процесс, и не управляет, и не участвует в этом процессе активно, то, в общем-то, результата тоже не будет. Это одна из причин, почему интернет-магазины в России работают очень слабо. Потому что, ну, что делает собственник? Ну, что у нас там, интернет-магазин, так кто у нас ответственный? Ну, хорошо, вот маркетолог, и вот там айтишник. Все, давайте занимайтесь. Но дело в том, что маркетолог с айтишниками не всегда могут сформулировать бизнес-модель, и это разные компетенции, здесь могут быть люди с разными компетенциями, и маркетолог может активно, например, уметь привлекать трафик, но непонятно, на какую товарную матрицу привлекать, и так далее. Как выстроить алгоритмы, то есть что делать. И здесь вот без, уже просто 100%, без того, что если собственник не принимает никакого участия, активного участия в разработке вот этого нового канала, потому что это, по сути, новый бизнес. Даже если он строится на базе чего-то, то никакого результата не будет. Но вот опять же вернемся к цифрам. То есть мы видим, что, значит, рост продаж в интернете растет. Если в 2017 году на онлайн-торговлю приходилось 4%, то в 2018 году, по данным MPB, доля онлайн-торговли выросла до 6%. Но это же не 2%, на самом деле, 4,6. На самом деле это 50%. То есть рынок онлайн за год вырос на 50%. И эта динамика неостановима. Если мы, допустим, будем сравнивать это с онлайн-торговлей в США, то тот же рынок детских товаров в США в онлайне составляет 22% от общего объема рынка. То есть это глобальные общие вещи. Здесь появляется шанс, потому что до сегодняшнего дня мы не встречали неплохие интернет-магазины, которые умеют хорошо работать с корзиной, тот же лабиринтом. Есть разные вещи. Но, собственно говоря, умного решения взаимодействия с потребителем, особенно с учетом позиционирования и его потребительского маршрута, карты потребительского путешествия, чем я говорил в самом начале, мы этого не видели. Поэтому, разумеется, появляется возможность того, что кто первый стал, тот может попасть в число тех лидеров, которые меняют как раз бизнес, которые могут зарабатывать себе дополнительные деньги, которые могут стать лидерами именно в онлайн-продаже. Если у вас есть серьезное намерение поменять свою бизнес-модель, улучшить систему маркетинга, систему продаж и выигрывать в конкурентной борьбе, то первым шагом может быть, конечно, разговор, то есть о том, чего вы хотите достичь. Будет ли вы формировать идеи, связанные с мобильными приложениями, или вы хотите изменить ситуацию со своим маркетингом, со своими продажами, или совокупность всех этих трех факторов, чтобы взорвать просто рынок. Но в любом случае напишите мне смс, напишите мне письмо, и мы сможем для начала встретиться, обсудить и проговорить те задачи, которые вы хотите. Мы поговорим про существующую вашу бизнес-модель, о том, чего вы хотите добиться. И дальше, если мы поймем, что мы находимся в одной плоскости понимания, если мы увидим, что мы можем вам помочь, а вы поймете, что вы захотите нас привлечь к таким проектам, не вопрос, мы обсудим способы взаимодействия так, чтобы это было выгодно для всех сторон. Спасибо, пишите, звоните.